Здравствуйте! Пришло наше время и мы подводим итоги уходящей рабочей недели. Мир образования и науки глазами наших корреспондентов в студии Сергей Бойко. 25 апреля в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось расширенное заседание экспертного совета по дополнительному образованию взрослых и просветительской деятельности Комитета Госдумы по образованию на тему «Реализация основных направлений государственной политики России в области правового просвещения». Заседание возглавил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин. В ходе встречи обсуждалось состояние дел в области гражданского образования и правового просвещения, а также успешные методы работы, проблемы и пути их решения. К сожалению, есть проблемы с правами и политическими, с политической свободой, и особенно с социальными правами человека, и очень серьезные проблемы, в том числе с реализацией личных прав. Для того, чтобы люди умели защищать собственные права, они должны быть в достаточной степени к этому подготовлены. В ходе заседания были внесены предложения и для законотворческой деятельности. В частности, прозвучало мнение, что необходима системная работа по распространению правовых знаний среди всех социальных групп населения. Во многом этому будет способствовать принятие и реализация в субъектах Российской Федерации государственных программ по правовому просвещению населения, а также включение в основные общеобразовательные программы школ гражданско-правовых учебных дисциплин. Столичная общественная палата создала рабочую группу по проблемам коррекционного образования. Такое решение принято по итогам прошедшего недавно в Доме правительства Москвы круглого стола «Столичное образование. Проблемы и перспективы реализации». В рамках группы палата планирует осуществлять контроль над формированием и использованием бюджета в части, касающейся коррекционного образования. Напомним, сейчас основные проблемы инклюзивного образования заключаются в сокращении специализированных образовательных учреждений, а также штата педагогов и медиков и снижении качества медицинского сопровождения. По данным исследований, сегодня на одну медсестру приходится 112 учеников. Такая же ситуация с педагогами и врачами. Также планируется отслеживать трудоустройство учеников. Помимо этого, в ходе мероприятия были сформированы предложения по улучшению механизмов развития системы дошкольного и школьного образования. О делах насущных без галстуков. Неформальную встречу с представителями общественных и молодежных объединений провел в начале недели Сергей Поспелов, новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи. В ходе мероприятия были озвучены изменения в формах взаимодействия Росмолодежи со своими партнерами, а также вопросы организации крупнейшего молодежного форума «Селигер». Все подробности в нашем следующем сюжете. В ходе прошедшей на территории дизайн завода «Флакон» встречи стало известно, что федеральные проекты, поддерживаемые Росмолодежью, в ближайшее время претерпят сильные изменения. По словам Поспелова, они уже выполнили свою роль и закрепили работу по основным направлениям. Теперь необходимо создать вертикальное взаимодействие с органами, работающими с молодежью в регионах. Понимаем, что возможности разные, но тем не менее вектора должны задаваться нами общими. Это будет, безусловно, отражено в стратегии и в нашей работе с руководителями комитетов по делам молодежи. Я, безусловно, буду отстаивать увеличение роли руководителей комитетов по делам молодежи на местах. Это касается и зарплаты тех людей, кто занимается молодежной политикой в регионах, и что касается поддержки их региональных проектов. Не менее важное направление – разработка простых и понятных показателей эффективности работы органов по делам молодежи и общественных объединений. Также в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся выделения субсидий, участия молодежных организаций в различных форумах, поддержки неформальных студенческих объединений и клубов, а также приобщения молодых людей к здоровому образу жизни и работе волонтерами. Наверное, это объем работы для уважаемых коллективов. Там есть тоже, в общем, это формирование нормативной правовой базы, это основа. Да, и где-то поддержка, наверное, общесистемных мероприятий, потому что они очень трудные и большие. Вопрос, который волнует всех – Селигер. Проект будет продолжаться и станет одной из площадок девяти федеральных округов. В частности, в их состав войдет и новый молодежный форум «Таврида», который будет проходить на территории Автономной Республики Крым. На каждую площадку планируется приглашать ведущих экспертов страны. Форумы будут иметь конкретную направленность. Необходимы только корректировки содержательной части структуры и быта. Кроме того, Сергей Поспилов призвал участников встречи активно вносить свое предложение в проект «Стратегии развития молодежи Российской Федерации» на период до 2025 года. Центром работы над документом стал Московский государственный университет имени Ломоносова. Это не значит, что только МГУ будет придумывать, куда нам с вами двигаться. Мы говорим о том, что это центр, который соберет всю информацию, которую мы с вами дадим, для того, чтобы потом ее обсуждать уже на открытых площадках. Там есть специалисты, там есть компетентные люди от науки, а прежде всего стратегия – это научный документ, ни в коем случае не прикладной, и только потом появляются прикладные вещи. Поэтому МГУ будет избрана Центром компетенции развития работы над стратегией. Также сейчас разрабатывается специальный опрос для молодежи. В каждом федеральном округе будет проведено открытое обсуждение и анкетирование. Все дополнения будут учтены. Ксения Малеженкова, Даниил Свидерский, телеканал «Просвещение». 25 апреля в Библиоглобусе прошла секция конференции по теме «Стратегическое развитие книжной отрасли в гуманитарном пространстве России и стран Содружества». Мероприятие проходило в рамках Года культуры и предстоящего Года литературы в России. И собрало представителей издательств, книготорговых предприятий, отраслевых общественных организаций, образовательных учреждений, библиотечного сообщества, органов государственной власти Российской Федерации. Задача участников – выработать свежий взгляд на книжную отрасль и перестроить книжный рынок сообразно с требованиями современной экономики. Главное для книжной отрасли – выбраться из инертного состояния и помочь поддержанию объективного и устойчивого развития. Одно из конкретных предложений, озвученных на конференции – создание единого образовательного центра, в котором могли бы готовить будущих специалистов к книжной отрасли. Во многих выступлениях докладчиков прозвучало слово «самоуправление». Именно управляющие структуры, в которых вплотную задействованы люди, решающие конкретные проблемы на местах, способны лучше подстраиваться под рынок. А чем больше будет таких организаций самоуправления, наслаивающихся друг на друга, тем прочнее будет сама система. Особый резонанс вызвал вопрос цифрового пути книгоиздательского дела. Вот человек, он хоть и у него говорят, иди, вот молодой человек, иди, почитай сервенджер. Он говорит, ну, сейчас, ну, я здесь прикрою, но я еще, а? Я иду в интернет, и скачиваю сервенджер, потому что я не могу его купить. Книгоиздатели надеются на скорейшее урегулирование правовых вопросов. Особенно остро они стоят касательно книг, выкладываемых в интернет. Они хотят не просто поставить ограничения для пользователей, но поменять саму отрасль, сообразно с запросами читательской публики. Вместо школьного класса старинные залы, оружейные палаты, сфоды древних соборов. Вместо учебников вещи, принадлежавшие когда-то нашим вправителям. Посольские дары, утварь, фрески, иконы. Все это смогли увидеть финалисты конкурса «Урок в музее-2014». Такая необычная акция была задумана, чтобы привлечь внимание к бесценным коллекциям кремлевских музеев и укрепить связи со школами столицы. Из Кремля. Репортаж наших корреспондентов. Конкурс был впервые инициирован руководством музеев Московского Кремля осенью 2013 года. Возможность провести открытый урок под старинными сводами среди вещей, принадлежащих когда-то русским правителям, встретила горячий отклик в педагогическом сообществе. Лучшие учителя Москвы провели оригинальные авторские уроки по истории, литературе, мировой художественной культуре. Конкурс экспериментальный, поэтому правила во многом формировались в ходе его проведения. Главными критериями при отборе заявок на участие в конкурсе и при определении победителей среди финалистов было следующее. Тесная связь темы урока и нашей экспозиции. Это использование памятников музея для более глубокого преподнесения материала и яркого эмоционального восприятия, использование вспомогательных материалов, актуальность тематики и активное участие школьников в проведении конкурсного урока. Семь победителей получили в подарок ценные музейные издания, которые в будущем смогут использовать в качестве дидактического материала. Также, вопреки первоначальному замыслу организаторов, было вручено гран-при. Урок учителя-методиста гимназии номер 1306 «Школа молодых политиков» Елены Абакумовой поразил не только школьников, но и членов жюри. Он был посвящен теме «Актуально и сегодня» – сложным дипломатическим отношениям между Россией 17 века и ее ближайшими соседями. Одна из миссий нашей гимназии – это воспитание будущих политических деятелей. Как бы невысоко звучали сейчас эти слова. Но для того, чтобы быть успешным политиком сейчас, нужно, естественно, хорошо знать историю. Поэтому возникла тема дипломатии. А какой период русской истории отличается самой сложной дипломатией? Это, конечно, 17 век. И вот так вот случайно, отчасти, отчасти не случайно мы пришли к теме, изучить которую нам, в общем-то, могли помочь экспонаты оружейной палаты. Некоторые занятия прошли в форме тетрализованного представления – квеста на территории Кремля и соборов. В ходе одного из уроков на соборной площади ученики Центра образования номер 465 прошли путем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На самом деле мы с своими ребятами в школе очень любим экспериментировать. И уроки у нас никогда не проходят именно стандартно. А квест – это одна из таких технологий, которые сейчас становятся, ну, не знаю, по мне, очень известны и популярны. Потому что, в первую очередь, детям интересно. Их вообще интересует что-то новое. И тем более, когда урок превращается в игру, а не просто в игру, а еще когда им нужно передвигаться, искать ответы, которые спрятаны. А потом в итоге они еще и поломают голову над результатом всего этого. Для них вдвойне становится интереснее и захватывающе все это происходит. Отдельно стоит рассказать об инклюзивном уроке для слабослышащих детей, посвященном вкладу Романовых в дело обучения неслышащих граждан. Конечно, мои ученики были в восторге. О них уже думали в те времена. Им это было очень приятно. Они задавали очень много вопросов, спрашивали подробности. И одна девочка даже защищала научный проект. Заняла второе место по Москве. Подводя итоги конкурса, можно сделать вывод, что в будущем музеи Кремля станут новой и интересной площадкой для школьных занятий и встреч педагогов с учеными, позволяющих улучшить и развить методическую базу гуманитарного образования. Елена Тольцева, Ксения Малеженкова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Во вторник, 29 апреля, в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» прошла пресс-конференция на тему «Прокуратуру обяжет школы доносить на своих учеников». Все дело в том, что январская трагедия в одной из столичных школ дала повод для проверки учебных заведений Московской прокуратурой. В итоге на межведомственном совещании было принято решение обязать директоров учебных заведений создавать списки учеников, находящихся в группе риска. В случае одобрения этой инициативы, школы будут обязаны раз в квартал присылать черный список детей в прокуратуру. Сотрудники ведомства, имея на руках этот список, будут контролировать работу отделов полиции со школами. Директора же тех школ, в которых не будет списков, в случае, если произойдет инцидент по вине ученика, понесут личную ответственность. Эксперты полагают, что при таком подходе любое нарушение учеников дисциплины может обернуться для него попаданием в черный список. А это, в свою очередь, негативно скажется на его будущем. Представьте себе на минуту, что эта инициатива уже реализована, и ваш ребенок учится в московской школе. И он сделал что-то такое, что не понравилось учителю, что не понравилось директору. Вас вызывают и говорят, знаете, уважаемый, если вы ребенка от нас не заберете, мы его сейчас занесем в группу риска и передадим списки в прокуратуру. Что вы будете делать? Мне кажется, что инициатива эта является непроработанной, она является сырой, она является недальновидной, и она является, как минимум, сомнительной, если говорить о ее потенциальной эффективности. Какие меры наказания детей из черного списка будут приниматься, пока неизвестно, равно как и критерии отбора. Со 2 по 8 мая в Волгограде в рамках культурного проекта «Дельфийский Волгоград-2014» одновременно с традиционными 13-ми молодежными играми впервые пройдут европейские молодежные «Дельфийские игры». Это ежегодные соревнования, где выявляют лучших в различных сферах искусства. 25 апреля заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов встретился с многократными лауреатами и чемпионами «Дельфийских игр», которые будут представлять в этом году нашу национальную сборную, как на российских, так и на европейских играх. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Приветствую участников, замминистра отметил особую роль «Дельфийских игр» в раскрытии талантов среди молодежи. И призеры предыдущих поделились своими впечатлениями от соревнований и пожелали успеха молодым коллегам. Стоит отметить, что в этом году параллельно с «Дельфийскими играми» пройдет открытая научная конференция по развитию русского языка за рубежом. Этот шаг позволит начать процесс выхода русских конкурсов на абсолютно новый уровень. Наш выпуск продолжит новости северной столицы. Коллеги из «Первого молодежного» подготовили свой М-блог. Школа благородных девиц уже в прошлом. Но нужно же как-то воспитывать в себе эстета. Считаете? Анна Балахонцева узнавала, где это можно сделать. Считаю. Свой отчетный концерт в Санкт-Петербургской капелле дал Охтинский центр эстетического воспитания. Выступили на концерте и хоровые ансамбли, и инструменталисты, и театралы. Охтинский центр выпускает профессиональных деятелей искусства уже 39 лет. Кроме музыкальных направлений в Охтинском центре еще существует хоровое направление, театральное. Как вы слышали, джазовый филиал существует. Это вообще уникальное направление, которого в городе аналогов нет. Художники, ребята учатся. Высокое название центру присвоил его основатель Моисей Петрович Мазур. Оно акцентирует, что Охтинский центр – необычная музыкальная школа. Традиции, заложенные основателем в Центре эстетического воспитания, стараются блюсти по сей день. Постоянно организуют конкурсы, отправляют учеников на крупные соревнования и стараются сделать образование доступным, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Отчетный концерт для учеников Охтинского центра – лишь очередной этап демонстрации собственных достижений. Но впереди еще много положительных преобразований. В недалеком будущем центр может объединить в себе общеобразовательную программу и занятия искусством. Тогда у начинающих актеров, художников и музыкантов будет еще больше времени для развития. Анна Балахонцева, Даниил Кочкин. Радуйтесь призывникам! Есть места, где совмещать и службы, и получение высшего образования, и приятное общение. Подробнее в сюжете этого парня. Далеко не все учебные заведения придают большое значение Дню призывника. Но Военная Академия связи имени Буденова отмечает этот день с размахом и очень продуктивно. Школьники Калининского района могут полноценно ощутить атмосферу Академии. Мероприятие традиционное. Каждый год школьники Калининского района прибывают к нам сюда на учебный центр, где мы им показываем жизнь и быт военнослужащих российской армии. Благодаря грамотно организованному празднику можно получить полную картину учебного процесса и быта Академии. Ну и, конечно, не будем забывать о том, что конкурс на одно место при поступлении для девушек гораздо выше. В окончании вечера съемочной группе 1М удалось стать свидетелями полевых действий. Владимир Нац, Олег Казук. Специально за 1М. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Именно так Владимир обычно собирается в понедельник на работу. А как еще в жизни можно использовать творчество Корнея Ивановича? Смотрите в сюжете Евгении Чуйкиной. В Центральной детской библиотеке Калининского района прошел открытый урок для школьников по творчеству Корнея Ивановича Чуковского. Все сказки Корнея Чуковского, они о доброте, да, о том, что мир удивителен, прекрасен, о том, что ребенок любит фантазировать. В детстве Чуковский очень любил писать и сам выучил английский язык. Всю жизнь он дружил с Борисом Житковым, с которым планировал отправиться в кругосветное путешествие. Чуковский увлекался рисованием дружеских шаржей и даже выпустил сборник под названием Чукокола. На уроке ребята посмотрели мультфильм «Крокодил», снятый по первой сказке Корнея Чуковского, и следили за приключениями по Петербургу мочалки из Майдадыра. Я люблю у него тараканище и путаницу больше всех. Они добрые, хорошие, веселые. Занятие продолжилось мастер-классом по созданию дерева со сказочными персонажами Корнея Чуковского, где ребята отгадывали загадки и читали отрывки из произведений. В стране Чукокола побывали Евгения Чуйкина, Данил Кочкин, специально для 1М. А когда в следующий раз Владимир Акальцев в Москве, он непременно заглянет к вам в гости, коллеги? Даже если это будет суббота или воскресенье, так что предупредите охрану. В эфире был М-Блог. Пока? Пока. Пока. На сегодня все. Однако мир образования и науки продолжает развиваться. И о свежих новостях мы расскажем, когда наступит наше время, то есть ровно через неделю. А в воскресенье с итогами медиакарты Высшей школы России вас познакомит Сергей Косинчук и наши региональные коллеги. До встречи.